Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Антон Андреевич Кошелев. И сегодня я и моя коллега Анна Александровна Кошелева, старшие методисты Института содержания методов технологии образования МГПУ, проведем вебинар по созданию образовательного контента в Московской электронной школе. И говорить мы будем сегодня о том, как создается сценарий изучения темы и нашу сегодняшнюю встречу мы построим таким образом. Сначала я представлю некоторые требования, которые предъявляются к сценарию изучения темы, а во второй части нашего вебинара, в его практической части, Анна Александровна расскажет о том, какими приемами можно пользоваться при создании сценария изучения темы, в данном случае сегодня по обществознанию. Итак, с вашего позволения мы начинаем. Хотел бы обратить внимание на то, что если у вас возникают вопросы, вы можете по ходу нашего выступления их писать в чат, а в конце нашего мероприятия мы обязательно, или даже по ходу мероприятия, мы дадим вам ответы на эти вопросы. И в конце предоставим слово для того, чтобы вы могли дать определенную обратную связь. Мы можем это сделать в том числе не только с помощью чата, но и с помощью включения микрофона. Итак, начнем. Мы, уважаемые коллеги, уже, наверное, знаем с вами, слышали о том, что в Московской электронной школе существует много видов электронных образовательных материалов. Итак, на сегодняшний день мы можем говорить и о сценариях уроков, которых очень много, более 55 тысяч представлено. Большое количество тестов, я даже не говорю о тестовых заданиях, а именно тестов, более 70 тысяч, электронные учебные пособия, более 1700, интерактивных приложений очень много в Московской электронной школе, видеоуроков более 10 тысяч, то есть здесь все цифры у вас представлены на экране, вы это видите, и вы можете оценить масштаб того, как работали педагоги, как работали участники образовательного процесса с Московской электронной школой. Но время не стоит на месте, и с 1 сентября этого года у нас в Московской электронной школе появляется новый контент, который называется «Сценарий изучения темы». И подробнее остановимся на том, что это такое, какие требования предъявляются к сценарию изучения темы, и как, собственно говоря, его создавать, какие приемы здесь можно было бы использовать. Итак, сценарий изучения темы. Разберемся с понятием. Это электронный образовательный материал, предназначенный для проведения учебных занятий, организации самостоятельной деятельности обучающихся в том числе, и оценки образовательных результатов по теме тематического каркаса МЭШ. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, и это очень важно, что, когда мы делаем сценарий изучения темы, нам предстоит раскрыть все дидактические единицы, которые привязаны к конкретной выбранной вами теме из тематического каркаса Московской электронной школы. И здесь выбрать уже, например, как мы это делали с сценариями уроков, одну, две, три дидактические единицы и раскрыть на их примере содержание этих единиц не получится. Здесь надо раскрывать содержание целой темы и всех ДЕ-шек, которые к этой теме прикреплены. Где можно ознакомиться со списком тем и дидактических единиц, которые к ним привязаны? Конечно же, в Московской электронной школе. Во-первых, в библиотеке МЭШ вы увидите, когда выберете свой предмет, вам будет предложен тематический каркас, где будут показаны и темы, и дидактические единицы первого уровня, и ДЕ второго уровня. Ну и, конечно же, второй вариант, вы можете увидеть эти темы и ДЕ привязанные к ним в сервисе создания поурочных планов. Я думаю, этим сервисом как раз вы активно пользуетесь сейчас при подготовке и в начале учебного, нового учебного года. Ну а теперь подробнее остановимся на сравнении того контента, который у нас остался. Никуда не делся, и вы можете его публиковать, вы можете создавать сценарии уроков классические. И по сравнению со сценарием урока обратимся к сценарию изучения темы. Итак, линии сравнения. Начнем разговор о размерах этих материалов. Если сценарий урока предполагал минимум 6 этапов, то сценарий изучения темы предполагает наличие не менее 18 фрагментов. Мы можем говорить о том, что фрагмент означает практически то же самое, что раньше мы говорили применительно к сценарию урока про этапы. То есть это горизонтальная линейка слайдов, например, если обратимся вот здесь к изображению слева, вот она допустим. В сценарии урока это называлось бы этап, например, исторические источники их типы, а сейчас это называется фрагмент. Так вот, вне зависимости от того, сколько уроков у вас заложено на изучение темы, даже если, например, два урока, сценарий изучения темы все равно должен включать в себя не менее 18 фрагментов и быть рассчитанным не менее чем на три урока проведения. То есть это требование, которое предъявляется к нему. Итак, не менее чем на три урока и не менее 18 фрагментов внутри него. Если сценарий урока раскрывал одну или несколько DE, то сценарий темы, как я уже говорил об этом, раскрывает целую тему тематического каркаса. Если сценарий урока предполагал разнообразные виды контента, и вы помните, наверное, какие, то сценарий изучения темы, помимо этого, предполагает и развитие компетенции, о чем мы еще скажем обязательно, и уже сегодня, например, применительно к обществу знаний. Если сценарий урока предполагал задания разного формата, например, формата всероссийской проверочной работы, государственной итоговой аттестации, то сценарий изучения темы предполагает наличие разноуровневых заданий и разных видов контроля, о чем я тоже обязательно несколько слов скажу чуть позже. Мы говорим, конечно, и о тех требованиях, которые остались без изменений, и нам нужно их выполнять для того, чтобы рассчитывать на успешную процедуру модерации созданного вами сценария темы. Во-первых, это, конечно, соответствие требованиям в ГОС и примерно основной образовательной программы соответствующего уровня основного общего или среднего общего образования. Во-вторых, мы должны понимать, что тексты и иные фрагменты, находящиеся в вашем сценарии темы, должны соответствовать, строго соответствовать нормам современного русского языка. То есть ни опечаток, ни каких-то других ошибок быть не должно. В-третьих, содержание электронного образовательного материала не может противоречить основам современных научных знаний. Ну, я думаю, что с этим у нас как раз проблем не бывает, потому что мы компетентны в тех предметных областях, которые мы преподаем, и мы с вами аттестованные специалисты, либо готовимся к аттестации, но имеем соответствующий уровень образования и квалификации. Изложенный учебный материал должен раскрываться последовательно. Это очень важно, потому что логика построения материала должна позволять ребенку изучить на основании этого сценария темы данную тему целиком, чтобы у него не сложилось каких-то отрывочных впечатлений, обрывочных знаний, ну и попросту говоря, каши в голове, чтобы не было. Также тема должна раскрываться так, чтобы она носила завершенный характер. То есть все содержание, которое отводится в дидактических единицах к этой теме, должно быть раскрыто. Ну и, конечно же, наличие фактических и или логических ошибок сделает публикацию вашего материала, к сожалению, невозможной до тех пор, пока эти ошибки не будут исправлены. Конечно, на эти ошибки могут указать и должны будут указать модераторы, но лучше, конечно, и самим себя перепроверить и сделать все качественно до того, как нажать на кнопку «Отправить на модерацию». Я думаю, вы согласитесь с этим. Итак, еще одно требование. Наличие контрольно-оценочного контента в сценарии изучения темы. Хотелось бы обратить внимание на то, что в нашем сценарии должны быть разноуровневые задания базового, повышенного и высокого уровней. Что такое задание базового уровня и контрольно-оценочный контент базового уровня? Во-первых, мы можем говорить о том, что это задание, которое предполагает выполнение действий по образцу, по некому готовому, заданному, обучающемуся алгоритму, в знакомой для него ситуации, которую он уже проходил, которой он уже научился и может этой готовой ситуации, знакомой для него пользоваться при изменении условий задания. Но это задание базового уровня. Я думаю, мы с вами понимаем, какие задания базового уровня могут быть и в истории, и в обществознании, задания на репродукцию, на воспроизведение и так далее. Задание повышенного уровня. Здесь уже речь идет о выполнении действий с неким преобразованием по самостоятельно составленному алгоритму и в так называемой измененной ситуации. Если говорить попросту, то прежде всего, конечно, мы видим здесь усложнение способа действия. Во-вторых, мы видим здесь увеличение самостоятельности обучающегося. Если на базовом уровне он пользуется теми алгоритмами, которые ему предлагает учитель, либо с помощью даже учителя, такое тоже возможно, то вот здесь на повышенном уровне, конечно, по большей части он должен уже работать самостоятельно. Иначе мы уже не можем, наверное, назвать это заданием повышенного уровня. Ну и, конечно же, задание высокого уровня – это то задание, которое связано, это тот контент, опять же повторюсь, который связан с созданием, возможно, нового продукта, нового решения, нового способа действия, по собственно составленному обучающемуся замыслу, в новой для него ситуации. Поэтому мы понимаем, что здесь, конечно, усложнение может быть одного условия, вот фактического условия, да, и работа с какими-то фактами может уже быть недостаточным. Здесь нужно говорить именно о том, чтобы здесь на высоком уровне ребенок обладал максимальной самостоятельностью и максимально рефлексивно относился к тому, что ему предстоит сделать самостоятельно. Поэтому вот задания разноуровневые должны здесь быть. Как упростить жизнь и себе, и вашим коллегам, которые будут пользоваться вашим контентом, и, возможно, модераторам? Мы рекомендовали бы вам размеркировать задания разноуровневые. Ну, например, придумать какой-то условный символ, который соответствовал бы заданию базового повышенного высокого уровня. И, соответственно, прописать в условных обозначениях эти знаки. Тогда будет проще понять, что вы имели в виду и какое задание на определенном фрагменте вы закладывали. Вот такой мы можем вам дать совет, исходя из этой теории. Еще одно требование – это наличие разных видов контроля на протяжении сценария изучения темы, на протяжении всех вот этих минимум 18 фрагментов. Во-первых, это стартовый контроль. Во-вторых, текущий контроль. Ну и, в-третьих, тематический контроль. Что собой предполагает стартовый контроль? Здесь мы должны, ну, наверное, все-таки в начале изучения сценария темы, мы такую бы дали рекомендацию, проверить, насколько обучающийся готов осваивать данную тему. Здесь мы можем проверять, в конце концов, действительно и фактические знания, без которых освоение темы будет невозможно. Но больше, наверное, все-таки те компетенции, те навыки, безуспешного освоения которых в предыдущих темах, ему будет сложно качественно освоить эту текущую. Во-вторых, текущий контроль. Здесь мы говорим о том, что можно разработать и нужно разрабатывать задания, которые проверяли бы, насколько качественно осваивает ребенок содержание той или иной дидактической единицы, заложенной в сценарии изучения темы. Ну, то есть, например, мы понимаем, что у нас, допустим, сценарий изучения темы на три урока. В одном уроке мы должны поговорить о, там, одних событиях, в другом о других, в третьем в третьих. И вот мы, соответственно, проверяем, насколько это осваивается, причем в том числе и говорим о формирующем контроле здесь, как это получается у ребенка. Удается ли ему, выполняя эти задания, пройти текущий контроль? Нет ли? Может быть, ему нужно будет повторно ознакомиться с какими-то элементами содержания? Закладываем текущий контроль, он будет у вас идти, в принципе, практически со всеми заданиями, кроме стартового и тематического контроля по ходу изучения сценария темы. Ну и, наконец, тематический контроль. О чем здесь идет речь? Здесь нужно проверить в конце уже изучения сценария темы, насколько качественно освоен фактический содержательный материал и каких успехов добились обучающиеся в деле развития навыков и компетенций. Это очень важно, на наш взгляд. Если мы говорим о том, что это, например, у вас будет идти сценарий, который изучается, сценарий темы, которая изучается в конце учебного года, то вы можете добавить к тематическому и итоговый контроль, который будет посвящен темам, изучаемым, например, в течение этого года или какого-то существенного временного отрывка этого года, отрезка. Мы понимаем, что и стартовый, и текущий тематический контроль могут осуществляться в разных формах. Перед вами сейчас перечислены формы, находятся формы, вы можете с ними ознакомиться, некоторые из форм контроля, с помощью которых можно организовать и стартовый, и текущий тематический контроль. Где вы можете ознакомиться с полным списком? С этого года он рекомендуется единый городской на предметную область в электронном журнале. И вы понимаете, что, в принципе, вы можете пользоваться различными формами при создании того или иного контента. Ну и еще одним требованием, которое предъявляется к содержанию сценария темы, это требование к формированию и развитию компетенций. Предлагается развивать шесть компетенций, возможно, компетенции проектно-исследовательской деятельности, коммуникативные компетенции, компетенции, связанные с командной работой, самоорганизацией обучающихся, ну и, наконец, развитие критического и креативного мышления. Обратите внимание, для того, чтобы успешно опубликовать в этом учебном году сценарий урока, именно урока пока что, да? То есть мы, опять же, сравниваем, обратите внимание на последнюю строку слайда. Для того, чтобы опубликовать сценарий урока, необходимо, чтобы он содержал задания, которые развивали бы не менее трех из шести компетенций, а для сценариев изучения тем уже не менее пяти компетенций из шести. Подробнее о том, что собой представляют компетенции и как можно развивать их на примере контента по обществознанию, вам расскажет моя коллега, старший методист Анна Александровна Кошелева. Анна Александровна, пожалуйста, вам слово. Да, спасибо большое, Антон Андреевич. Коллеги, те компетенции, которые вы видите перед собой на экране, они, в принципе, универсальны, то есть мы можем развивать их на любом учебном предмете. Но касательно наших предметов, давайте посмотрим, как, в принципе, это возможно сделать. Как вы видите, что, конечно, исследовательская деятельность, она имеет свою специфику в истории, где мы работаем с историческим источником. А вот на слайде сейчас представлен пример исследований, которые можно провести в рамках предмета общества знаний. Ну, как вы видите, мы работаем с актуальной информацией, которую ученики черпают, в том числе и в сети интернет, и могут, в принципе, провести такую несложную для себя работу познавательную. И задать простые вопросы в поисковике и определить, какие появляются ответы, что предлагает система, и как это связано с потребностями человека. То есть какие потребности, в принципе, можно удовлетворить с помощью информации, какие можно удовлетворить с помощью какого-то товара или услуги. И все ли это доступно человеку, или все-таки он вынужден понимать те ограничения, в рамках которых он находится. Ну, допустим, вбивает обучающийся в поисковую строку в Лондоне или Париж, а ему предлагают купить путешествие, которое очень дорого стоит. И тут он понимает, что, конечно, не все потребности мы можем удовлетворить, наши ресурсы ограничены. И вот путем такого несложного исследования мы развиваем с вами эти компетенции. Мы, конечно, не говорим о том, что это серьезная срековская работа, которую можно потом на конкурсе защищать. Но вот наши с вами задачи, коллеги, формировать. То есть некие формирующие задания помогают нам формировать то, что наши ученики пронесут с собой через всю среднюю и старшую школу. Что поможет им потом в жизни, поможет им в дальнейшем обучении. Ну, а теперь давайте перейдем к следующей компетенции. Тут интересное такое задание, которое мы поместили в нашем электронном учебном пособии. И я думаю, что вам знакомы вот эти вот замечательные факторы производства, которые у нас указаны. И информация как пятый фактор производства, но задание носит такой кейсовый характер. Предполагается, что обучающиеся прочитают этот текст и вытащат из него те возможности, которые для развития бизнеса может получить человек, который решится в этом городе создать, открыть свое дело. Мы смотрим с вами, что можно сделать, исходя из той информации, которая заложена в кейс. И предлагаем своей бизнес-идею. Можно предложить не менее пяти даже. Потому что такой маленький те, кто содержит в принципе очень большую информацию. Ну, как вы думаете, может быть, есть какие-то мнения, какие компетенции у нас может развивать такое задание, такой кейс? Предыдущее задание, оно было направлено на развитие исследовательских навыков. Ну, в принципе, знаете, вот задания, они чаще всего направлены на развитие нескольких компетенций. Конечно, для того, чтобы у человека возникла какая-то бизнес-идея, надо сначала критически осмыслить ту информацию, которая есть. Но вместе с тем тут развиваются навыки креативного мышления. То есть, чтобы придумать что-то свое, чтобы создать что-то новое, мы, конечно же, должны обладать некой способностью генерировать новое, создавать что-то свое. То есть, вот, конечно же, тут нужно и развивать фантазию, и с помощью таких творческих заданий как раз это все можно сделать на уроках общественного знания. Давайте перейдем к следующему заданию и проанализируем, какую компетенцию оно помогает формировать. Есть такие интересные кейсы, которые мы называем антипримерами или антикейсами. То есть, вот, часто, когда мы говорим о бизнесе, многие рассказывают историю успеха, как вот такой вот человек создал свое дело, свою идею, продвинулся, как ему все удалось, все получилось. Но мы не сосредотачиваемся на тех проблемах, с которыми он столкнулся, когда он был в кризисе, на грани банкротства. То есть, какие сложности он преодолевал, какие ошибки он совершал, мы говорим только о такой вот одной стороне медали. Но вот если применить вот эту методику в своей работе, то, конечно, мы можем достигнуть очень интересных результатов. Вот это задание, оно, конечно, направлено на формирование обучающихся критического мышления. То есть, мы осмысляем, собственно, какие условия исходные от этого кейса, что не так могли сделать предприниматели, и делаем некоторые выводы на основе той информации, которую мы проанализировали. Это также очень, коллеги, важное задание. И на руках общества знаний я вам советую не только на каком-то позитивных моментах сосредотачиваться, конечно, это очень важно в нашей жизни, но и антикейсы, антипримеры также рассматривать. Ну, как мы говорим о социальных нормах, мы говорим не только о хороших проявлениях людей в этой сфере, но о том, когда эти нормы нарушаются. Точно так же я вам советую строить задания, которые касаются и других сфер жизни общества. Вот, еще одно интересное задание. Оно такое очень практикоориентированное. Коллеги также вам советую брать какую-то возможную реальную информацию из-за сети интернет и конструировать такие небольшие кейсы. То есть это очень важно для ребят, чтобы они видели, как их знания по обществу знаний применяются в реальной жизни. Вот в нашем случае это расскажу некоторую предысторию этого задания. Речь идет о том, что двое ребят, София и Игнат, решили создать собственную кофейню, и вся их, скажем так, деятельность организована вокруг этого. Они подбирают помещение, они думают, как его выстроить, в том числе ищут оборудование и какие-то товары, скажем так, постоянного использования, расходники, где это выгоднее покупать, заказывать и так далее. Тут мы видим также, что, во-первых, у нас сформируются компетенции проектного мышления. То есть тут, в принципе, вот в этом материале выстраивается несколько этапов проектной деятельности. То есть от проектного замысла мы идем к его реализации вместе с героями. Это тоже очень хороший прием, который я вам советую применять. На уроках общества знаний какие-то герои, они очень оживляют ту информацию, которую часто мы даем, к сожалению, в общем виде. А вот наличие таких героев, проблемная ситуация помогает нам формировать компетенции, делать урок более интересным для ребят. Кроме проектного мышления, конечно, тут у нас критическое мышление, потому что нужно осмыслить эту информацию, сопоставить ее и сделать какие-то выводы об общении. Это у нас, может быть, и креативное мышление, если ребятам будет предложено какие-то свои варианты поискать, подумать, как это можно сделать интереснее, лучше. А это и навыки самоорганизации. То есть видим, что, в принципе, одно задание, оно может содержать в себе огромный потенциал для развития сразу нескольких компетенций. В ваших материалах, сценариях, темы я вам советую все эти компетенции, которые вы закладываете в задание, как автор, прописывать на слайде для учителя. Так будет проще вашим коллегам, которые воспользуются вашим материалом, и, конечно же, модераторам, чтобы они также сориентировались в этом вопросе. Коллеги, некоторые общие рекомендации по этим вопросам. Тут, смотрите, мы можем с вами предлагать задания на групповую работу. Важно, чтобы кейсы двух групп, они были равнозначны. То есть, чтобы не было такого, что одна группа выполняет задание более легкое, а вторая, ну, долго очень ориентируется в том большом массиве информации, которая ей досталась в отличие от первой группы. Коммуникативные навыки помогают в наличии дебатов, дискуссий, которые предполагают обсуждение острых вопросов. Это в общество знаний также возможно сделать. Также важно, чтобы развивались навыки проектно-исследовательской деятельности. Мы с вами видели, как это можно осуществить. Какое-то микроисследование можно провести по одному вопросу локальному, а проектная деятельность все-таки должна быть рассредоточена. То есть, несколько этапов у нас она развивается. Либо как метод проектов с вами используем, тоже какой-то мини-проект на одном этапе с ребятами конструируем, выделяем на это достаточное количество учебного времени. Критическое мышление. Тут мы предлагаем ребятам несколько источников информации разного вида. Это может быть и текст, и видео, и изображение. И вот ребята им интерпретируют информацию, формулируют выводы. Креативное мышление предполагает создание чего-то нового. Поиск нестандартных решений. Отбор, оценка информации. И совершенствование своих идей. Тут можем предлагать разные задания. От того, что мы предложим обучающимся написать эссе, который является творческой работой, до того, что действительно они предлагают решение какой-то проблемы. Причем решение нестандартное, креативное. И, возможно, какой-то продукт они создают. Самоорганизация, коллеги, конечно, очень многие наши задания, особенно проблемные, если мы говорим не о репродуктивных заданиях, они направлены на развитие навыков самоорганизации. Ребята должны подумать, как вам это задание сделать, спланировать свою деятельность и осуществить рефлексию. То есть понять, что получилось, что не получилось. В принципе, я думаю, все мы с вами с этим знакомы. И такие приемы на наших уроках практикуем. Также добавляем их в электронный сценарий. Сейчас продолжим с вами это делать. Ну, а теперь, коллеги, давайте перейдем к практике. У нас сегодня с вами создание контента в Мэш на таком продвинутом уровне. Поэтому я думаю, что должно быть интересно. Покажем интересные такие приемы. Мы с вами переходим в библиотеку Мэш и нажимаем «Добавить материал». Создаем сценарий темы. В данном случае будем создавать сценарий темы по обществу знаний. Человек, деятельность. Коллеги, что пока у нас не поменялся в Мэш тематический каркас по обществу знаний, мы ждем. Вот эта тема, которую педагоги предлагали в ходе общественных обсуждений, была добавлена, в нее были выделены дидактические единицы. Так, дальше описание. Да. Помогает изучить, достичь каких-то результатов. То есть мы с вами, нашему коллегу, ориентируем на то, что он может получить какие-то плюсы от использования вашего материала. Ну, конечно, заполняете целиком все, чтобы не было таких пробелов. И описание коллеги – это обязательный пункт сейчас. И его наличие проверяется автоматически, потому что есть сейчас модерация автоматическая и работа модератора. Далее мы с вами выбираем параллель, предмет. Ну, тему пока мы с вами ставим в социальную сферу жизни общества, потому как пока новую тему в Мэш не появились. Давайте выберем те дидактические единицы, которые относятся у нас к человеку. Нажимаем «Применить». И вот у нас набор тех дидактических единиц, которые будут в тему человека, мы должны раскрыть нашим сценарий тем. Обязательно. То есть вот эти вот у нас уроки должны присутствовать. На некоторых уроках будет раскрываться сразу две дидактические единицы. Такое тоже возможно. Далее выбираем уровень изучения на уровне основного образования, базовый. И выбираем технологии обучения. Все эти технологии, конечно, у нас совместимы с нашим материалом, поэтому мы смело их выбираем. Выбираем папку для сохранения материала. Дальше коллеги обложка. А тут вы можете сделать свой материал незабываемым и создать обложку, например, в презентации Powerpoint. Сейчас мы с вами эту обложку загрузим. Я расскажу, как ее создавали. Такая красивая. Вверху название предмета и название темы. Далее, коллеги, я обращу ваше внимание на вот эти вкладки. Тут мы с вами можем выбирать расположение материала. Оно свободное. То есть мы можем изображение материала совмещать друг с другом. Заголовки ставить поверх изображения. И в дополнительную информацию мы можем добавлять с автор. Если вы создаете свой материал и пользуетесь материалами других ваших коллег из МЭШ, или, может быть, работаете с ними вместе. Также здесь можно прикрепить к уроку файла. Если у вас подразумевается сложная групповая работа, может быть, это будут рабочие листы, презентации и другие документы. Нажимаем «Создать сценарий темы». Далее выбираем с вами шаблон или делаем без шаблона. Тут, коллеги, я обращу сразу ваше внимание на вот это поле инструкции сценария. Тут обозначены требования, которые у нас выполнены галочками. И те требования, которые нам еще надо все-таки выполнить, они обозначаются у нас с вами без галочки. То есть мы должны над этим поработать. Далее давайте с вами начнем конструирование нашего сценария темы. Мы с вами пишем первый урок. Существо биллоцентальное. Обращаю ваше внимание, что все-таки мы уроки отделяем один от другого. И делаем это с той целью, чтобы учителю, вашему коллеге было удобнее ориентироваться в сценарии темы. Он понимал, где у нас заканчивается один урок, начинается другой. Далее, коллеги, работаем над заполнением наших слайдов. То есть у нас тут слайд, видите, слайд для интерактивной доски, слайд учителя и слайд ученика. С оформлением. Давайте посмотрим интересные возможности, которые можно использовать. Вот мы всегда работаем с шаблонами из презентации. Сейчас покажу, как это делается. Мы с вами добавляем вот такой шаблон оформления на все слайды. Тогда получается, что работа создана в некотором едином стиле. Для того, чтобы этот шаблон стал фоном, мы с вами нажимаем на вот эту палитру и нажимаем сделать фон. Смотрите, у меня появился такой слайд с красивым заголовком. Что можно сделать дальше? Тут, коллеги, я вам рекомендую. Можно, конечно, все заголовки, надписи и даже изображения добавлять в PowerPoint, но лучше этого все-таки не делать, потому что, конечно же, когда вы захотите что-то отредактировать, у вас может что-то... Вам придется опять все это делать в PowerPoint и потратить много времени на выгрузку. Лучше давайте сделаем это все-таки в Mesh. Это будет быстрее. Так, начинаем мы с вами со стартового контроля. Добавляем этот этап. Чем был предпочтен человек? Тут ребята должны актуализировать свои знания по истории. Мы с вами предложим им задание как раз из этого предмета. И пускай они выполнят эти задания в приложении. Для того, чтобы добавить приложение, мы с вами сделаем следующее. Так. Ну, у меня уже, в принципе, приложение, даже сетка приложения убрана, поэтому я просто введу название. Тут смотрите, в чем дело у нас. Фильтры выставлены на предмет общества знания. Нам нужна история, поэтому мы их очищаем и вводим название. Можно искать по номеру ID, но вот тут такое интересное название приложения, что мы его сразу находим. Так, тут давайте сделаем так, чтобы помещалось все, и приложение на слайд, и заголовок. Вот таким вот образом, коллеги, если нет особой разницы между той информацией, которую вы планируете разместить на слайд для интерактивной доски и слайд для ученика, то вы можете просто скопировать этот слайд. Нажав правой кнопкой мыши, мы выбираем с вами копировать, выделяем слайд ученика и нажимаем вставить. И тогда у нас тоже приложение добавляется на этот слайд. А вот здесь, коллеги, мы с вами делаем комментарий для учителя. Также сделать фоном. Обратите внимание, что я могу копировать не только слайд целиком, но и запись. Для этого мы с вами эту запись выделяем, нажимаем Ctrl-C и переходя на тот слайд, куда нужно скопировать, нажимаем Ctrl-V. Так, немножко не то скопируем, все-таки. Сейчас, из прежней сцены отдать еще раз. Ctrl-C, Ctrl-V. Так, теперь тот заголовок мы с вами скопируем. Для чего нам нужно было его копировать? Для того, чтобы сохранить шрифт и снова не вводить цвет, размер и так далее. Пишем с вами пол. Комментарии. А здесь мы с вами можем прописать эти комментарии. Давайте с вами немножечко сделаем. Ну, например, мы с вами прописываем. Партовой. Партовой. Далее он задает вопросы, связанные с жизнью первобытного человека, чтобы ребята вспомнили и актуализировали эти знания из пятого класса. Таким вот образом вы можете прописать комментарий. Далее можете написать, что данное задание направлено на навыков, например, самоорганизации. Как учитель просит обучающихся сформулировать вопросы для изучения темы человека. Что бы мы могли в рамках этой темы поизучать, по тому опыту, который они уже имеют. Вы можете даже вот так написать «Развитие компетенций». Тогда и модератор обратит внимание на то, что вы в этом фрагменте об этом говорите. И коллегам тоже будет проще. Возможно, ответы на вопросы учителя, ответы на задания также лучше расположить на этом слайде. Конечно, коллеге нужно его сохранить. Выбрать нужное время. И следующий фрагмент. Мы с вами к нему переходим. Этот фрагмент, конечно, вы помните, что тема «Человек-существо биосоциальное» подразумевает выход на то, что обучающиеся могут определить отличия человека от животного и сходства, которые связаны. Мы с вами можем преподнести эти отличия и эту тему через эволюцию человека. Мы видим, что есть некие человекообразные обезьяны, которые также похожи на человека, но во многом поведение человека отличается. И, конечно же, тут важно, чтобы ребята этот вывод сделали сами. Смотрите, когда мы с вами работаем с оформлением, мы можем с вами копировать слайны и вставлять. Тут нам не нужно приложение. Мы можем нажать на кнопочку «Удалить приложение». В названии копа пишем тот фрагмент темы. Также, возможно, тот навык, который мы развиваем. Также очень хороший способ разметить компетенции, потому как сразу на это обращаешь внимание. Понимаешь, что вот на данном этапе будут представлены такие задания. Дальше, коллеги, мы с вами можем скопировать оформление. Вот, кстати, со слайдом учителя очень просто в этом смысле не можем обходиться. В комментарии для учителя везде заголовок будет один и тот же, поэтому давайте скопируем его и встанем. А вот дальше в это поле для текста мы будем вписывать другие слова, другие рекомендации. И, в общем-то, так будет работать гораздо быстрее, чем если бы мы просто это создавали с нуля. Мы с вами сохранили. А теперь давайте перейдем к заполнению этого фрагмента тем контентом, который можно использовать для его изучения. Задание, которое можно для этого использовать, это задание, связанное с эволюцией человека, поэтому давайте с вами загрузим иллюстрацию, соответствующую на доску, на слайд для доски интерактивной. И мы с вами видим, что информация представлена достаточно наглядно. И по этой схеме, в принципе, можно дать некоторые задания обучающимся. Но чтобы делать наше задание еще более красочным, еще более интересным, а вы помните, что есть такое пожелание, чтобы наши сценарии темы содержали задания нескольких уровней сложности, мы с вами добавим еще интересный элемент. А это у нас карточки. Сейчас я про них расскажу, покажу, где, в принципе, такие карточки можно сделать. Несколько карточек, на которых показываются как сведения о человекообразных обезьянах, так и о человеке, о том, как выглядели древнейшие люди и чем они занимались, какие у них, возможно, были навыки, отличительные особенности и так далее. Смотрите, я загружаю сразу несколько изображений, и мне сразу предлагают сделать из выбранных материалов слайд-шоу. Смотрите, какие карточки. Давайте с вами с ними немножко поработаем, а потом я расскажу, как их можно сделать. Тут у нас лишним будет название и описание, потому как сами они задержат название и описание в заголовке и в тексте для основной информации. Мы можем с вами уменьшить размер. Кстати говоря, мы можем с вами поменять их места. Если зайдем вот в эту вкладочку слайд-шоу, мы можем их перетаскивать, переставлять местами. Ну а теперь давайте полистаем их немножко и познакомимся с содержанием. Речь идет как о человекообразных обезьянах, так и о предках человека. Например, о астроэпитеке, о людях умелых, о неандертальцах и о людях разумных. Видите, что у нас каждая карточка, она как будто двухсторонняя. То есть с одной стороны у нас идет информация о временном месте обитания данного вида и о внешнем облике. То есть мы видим, что, например, современный человек, он выглядел таким образом, у него был такой объем мозга. А вот и неандерталец, у него был даже больше объем мозга, чем у человека разумного, что интересно, кстати. У нас тут есть и другие виды с подробной информацией. Это может ребятам помочь выполнить задание и прийти к каким-то выводам самостоятельным, чтобы не мы им надиктовывали, как это нужно сделать, как это можно объяснить и готовые знания давали, а чтобы они выполняли задание вот такого повышенного уровня сложности. Так, коллеги, а теперь, конечно, вам, наверное, стало интересно о том, как создавать такие карточки. Я думаю, что у многих из вас есть карточки с определениями. Давайте посмотрим на этот инструмент. Canva.com Он называется, и его можно использовать бесплатно. Смотрите, сейчас мы с вами обратимся к этому дизайну. Видите, что у меня очень-очень много различных таких дидактических средств для Mesh, созданных именно в нем. Так, самые-самые яркие можно делать информационные материалы. Смотрите, это у нас вот такого размера небольшой пост, на котором мы размещаем рамку, тексты, изображения. Можно сделать, причем в таком красивом виде. И вот эта сторона, я ее сделаю как такую рубашку. Знаете, когда карточки делают, у них есть обратная сторона, она ее называет рубашкой. Вот это у нас просто картинка. И некоторая информация, которая, к сожалению, не поместилась на цитульную сторону. И можно делать такие карточки, если вы сделали один такой дизайн, потом можно просто копировать его и другую информацию в него вставлять. То есть, вправить текст и оставлять тот же шаблон. изображение можно загрузить в загрузку, ну как в Mesh. И вместо вот этой картинки вставить, например, другую. Как видите, можно отменить то, что вы сделали. И сохранить это изображение в формате PNG или JPEG. Все эти изображения можно загрузить потом в Mesh. То есть, вот такой вот элемент. Это можно использовать для работы с определениями, для работы с понятиями. Можно даже с какими-то примерами предлагать поработать с помощью карточек, чтобы тут была какая-то краткая информация, которую ребята могут изучить. А далее, коллеги, добавляем с вами задание. Смотрите, мы с вами можем поменять размер шрифта. Так, теперь поработаем с вами немножко с этим заданием. Видим, что оно состоит из нескольких вопросов. И эти вопросы далеко не равнозначны. То есть, мы не можем сказать, что они относятся к одному уровню сложности. Первое задание выглядит достаточно простым. с помощью схемы опишите, как происходила эволюция человека. То есть, если мы говорим обучающимся, тот смотрит на схему и говорит, что сначала у нас 70 миллионов лет назад были у человека, у обезьяны общие предки. Потом дальше у нас пошли некоторые ветви эволюции и разделились человекообразные обезьяны и люди. Вот таким вот образом, в принципе, можно описать эту иллюстрацию. И это у нас будет задание с вами базового уровня. Чтобы их разметить, вы помните, Антон Андреевич вам советовал каким-то образом это задание отделять друг на друга. Может быть, даже с помощью каких-то изображений. Мы с вами можем загрузить иконку. Ну, например, задание базового уровня мы с вами отметим вот таким вот голубым знаком вопроса. Можете выбрать другую какую-то картинку по вашему желанию. Главное, чтобы они каким-то образом были связаны. Хорошо. А вот следующее задание. Чем отличались по внешнему облику навыкам астреи? Итак, человек умелый, неандертальский человек и человек разумный. А также у нас, в принципе, задание базового уровня. Знаете почему? Потому что вся информация у нас указана на карточках. Ребята просто внимательно ее изучают и сопоставляют. Мы можем с вами также с помощью функции контр-с скопировать и поставим вот такие вот значки. Еще один скопировали. Взяли его ладошкой и поставили. А вот это задание. Выскажите предположение. Какие сходства различий существуют между человеком и человекообразной обезьяной. Ребята смогут прийти к этому выводу, изучив карточки. То есть мы сможем смотреть на то, какие у нас есть возможные способы действия внешнего облика шимпанзе и человека разумного и сделать этот вывод. Это уже будет задание повышенного уровня сложности, потому что тут нужно сделать некие выводы. И мы с вами можем поставить другой значок. Эти значки, кстати, вы можете сейчас оформить подсказку для насладия учителя и описать, что зеленый знак вопроса это задание повышенного уровня, а голубой это задание базового уровня. И вот таким вот образом оформить свое задание. Ребятам как-то будет немножко повеселее и вашим коллегам будет понятно, что в данном случае мы с вами развиваем. На данном слайде мы пишем, какие навыки у нас развиваются, как удобно редактировать, если сайт скопируем. Можно как-то немножко по-другому обосновать. А тут описание, конечно, коллеги тоже не имеют. Учительный. Так, отлично. Вот таким вот образом, коллеги, мы с вами создаем наш сценарий и обращаем внимание на все требования, как на развитие компетенции, так и на развитие, так и на присутствие заданий разного уровня сложности. В следующий раз мы с вами продолжим создание этого сценария темы и сделаем следующий этап. Спасибо, Анна Александровна. Уважаемые коллеги, итак, сейчас вы можете задать вопросы, если они у вас появились по ходу нашего сегодняшнего вебинара. Два вопроса появилось у Анны Борисовны. Можно ли из своих уже готовых уроков создать тему и ресурсы, в котором создаются карточки? Анна Александровна, сможете, наверное, прокомментировать эти вопросы? Да, конечно. Анна Борисовна, значит, смотрите, вы можете использовать свои уроки для того, чтобы создать сценарий темы. Конечно, это ваши материалы, и вы даже можете копировать слайды из ваших уроков и добавлять их в ваши сценарии темы. То есть вот так вот копируем, вы можете даже сократить свое время на разработку сценария темы. Это будет очень хорошая, скажем так, возможность. Далее, давайте с вами посмотрим еще раз на этот ресурс. Это у нас canva.com. В принципе, русскоязычный и можно использовать бесплатно. Я сейчас название отправила вам в чат. И там можно освоиться и, в принципе, создавать материалы любого вида. Это могут быть красивые презентации, какие-то карточки, обложки для сценариев и самые разные виды графических материалов. То есть это графический редактор, который дает им хорошие возможности для создания схем, инфографики и так далее. Я вот использую с удовольствием, и коллеги по разработке также используют этот ресурс. Очень здорово получается. Вот все те задания, которые вы видели в начале, на компетенции, они также во многом были созданы с помощью canva. Спасибо, Анна Александровна. Спасибо, коллеги. Будем ждать вас на наших мероприятиях. Спасибо. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok